Всем хай, ребят! С вами, как всегда, Юрий Кот. Мы играем в The Final Station и мы прибыли на очередную станцию. Давайте же посмотрим, что нас здесь ожидает. Но, наверное, ничего хорошего. Что-то мне подсказывает. Чувак покоцанный стоит. Смотрите, какой! Наконец-то груз цел. Я знаю, но у нас нет времени. Мы с Дэвидом единственные, кто выжили. Дэвид отправился в город за припасами. Кот от блокаторов был с ним. Окей. Тебе нужно отыскать его. Я пока отсыплю груз. И да, наверху в моем офисе есть хранилище с оружием. Удачи! Отлично! Может быть, нам дадут какое-нибудь другое, более навороченное оружие. Было бы, на самом деле, неплохо. Не иди в метро! Гласит надпись в записке. Текст, да? Окей. Тут есть метро. Наверное, тут что-то очень... О! Смотрите, какая роскошь! Вообще, друзья! Теперь у нас все круто. Видимо, переключаться между оружием нужно как-то так. Хорошо! Хорошо, ребятки. Так, давайте двигать тогда дальше. Пока ничего плохого не происходит. Но, возможно... Так, видимо, это вход в метро. То самое, в которое не нужно идти. Но, блин! Заперто! Заперто, ребят. Хорошо, давайте спускаться. Здесь никого нет. Отлично! Таблетки, монетки. Все это нам очень-очень пригодится. Что здесь за стекло? Почему оно больше, чем обычно? Может быть... Это охранник, наверное, тут валяется. Но я пройти туда не могу, потому что они... О-о-о, ребят! Это просто жесть! Может быть, дробовик нам поможет с этим непростым замесом? Посмотрите! Это все, наверное, пассажиры метро, которые куда-то должны были ехать. О-о-о-о! Они прыгают! Вы посмотрите как! Так, блин! Ну, у патронов у нас ограниченное количество, к сожалению. Может быть, получится как-то все-таки. А, значит, чуваки, которые бегают, теперь у нас по обе стороны. Кто успеет первый добежать? Может быть, спуститься по этой лестнице и сагрить вот этих чуваков? А, твою мать! Что ж такое ты будешь делать-то, а? Мне нужно именно бегунов, вот эти, которые бегают, как-то с ними расправляться. Но это дикая проблема, честно говоря. Патронов-то ограниченное количество, как я уже говорил. Подходите, подходите, подходите! Давайте, в очередь, вашу мать! Так, смотрите. Один бегучий чувак перешел сюда. Но это не значит, что я смогу его зацепить. Может быть, вы все туда перейдете? Будет вообще очень классно. Даст! Блин, ну, 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 давайте, 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 давайте. Давайте, все разошлись, хорошо. Хорошо. Глубоко выдохнули и ждем, ждем, ждем. Хорошо. Мы троих положили за раз и один патрон у нас остался. Я не знаю, как я через эту жопу буду пробираться, но это очень занятно, честно говоря. По лестнице. Так, два бегущих чувака по обе стороны. Снова и снова, друзья. Может быть, попробовать этого? Этот вроде ближе. Наверное, он быстрее доскачет. Да, он быстрее доскакал, но это ни о чем не говорит, на самом деле. Ну, давайте, чуваки, отходите, уходите в сторону. Нефиг вам здесь тусоваться. Я хочу вот этого братана завалить сначала, и у меня будет больше шансов. Я тогда смогу пойти в эту сторону и по одному вас всех перебить. Уже с этой стороны, наверное. Блин, нет, они идут, смотрите. Они идут. Они идут! Отлично, отлично. Бегучий чувак перешел в другую сторону. Сейчас он подойдет к этому чуваку, и они вместе одновременно должны ко мне прибежать. Давайте, братаны, давайте. Ах ты кусок дерьма. Что ж ты будешь делать-то, а? Не очень хорошо у нас это все вышло, конечно. Так, один готов. Патроны, в принципе, есть. Блин, друзья, это очень долго поодиночке их выцеплять вот так вот. Но тут вариантов как бы немного. Нужно, чтобы вот эти чуваки отселись куда-то. Так, еще один готов. Хватит ли мне патронов на них на всех? Вот в чем проблема. Дробашом я воспользовался, наверное, не очень аккуратным. Вероятнее всего, можно было это сделать намного эффективнее, чем... Тихо, 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 братишка. Одна аптечка. В принципе, у нас есть запас как бы, да? Как бы есть. Хорошо, еще один готов. Смотрите, их остается всего пятеро. Пятеро. Пятеро, и у нас пять патронов получается. Хе-хе-хе-хе. Как-то, ну, не найс вообще, честно говоря. Хорошо. Так, подождите. Три патрона, три чувака. Но вот этот чувак с одного патрона не убьется. Придется с ним в рукопашку бороться. И вот этот чувак в шлеме, он тоже, короче, ну, такой не очень. Не очень парень. Давайте попробуем с ним разобраться. По-мужски, так сказать. Кусок дерьма. Так, Питер, если это правда, если это правда, и ты располагаешь информацию о человеке, пришедшем из-за границы первого контакта, я жду тебя сегодня в метро в 14.15. Ты знаешь, кто я. Блин, а дальше я пройти не могу. А я так понадеялся, честно говоря. Патронов-то нет. Давай, братишка, давай, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, твою мать! Так, вот с вами нужно что-то делать, братаны. О-о-о, как все не очень хорошо получается-то, а? Ну, хорошо, хорошо. В принципе, неплохо. У нас остался один патрон. Не очень продуктивно, честно говоря. Ну, ладно. Будем что-то думать. Так, здесь чего у нас? Есть люк, смотрите. Я могу... Да, я могу спуститься, но мне кажется, что из этой двери сейчас повалит... Ах ты, твою мать! Я знал, я прям знал, что хорошего, ничего из этого не получится. Что за этой дверью? Может быть, я тут смогу патронов наколупать себе? Нет питания. О-о-о! Братишка, а как же нам с тобой быть-то в такой нелегкой ситуации? Ты же будешь стоять, и ты, сучка, взрываешься. Я же прекрасно знаю это. Так. Окей, давайте перезарядимся. Получается, что, в принципе, с этими чуваками мы сможем бороться в рукопашку. Сука! Ну, давай! Хорошо, с одним покончено, но второй чувак у нас еще есть. И у меня нет патронов, к сожалению. Печальненько, печальненько. Значит, здесь есть аккумулятор. Больше я ничего здесь делать не могу. К сожалению, я могу пойти его поставить и, в принципе, этого чувака оставить. Да, есть такое дело, смотрите. Давайте его сагрим на себя. Пусть он пойдет в эту сторону, а я вернусь к пульту управления. Возможно, тогда я смогу что-то сделать. Хорошо. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Отлично, у нас опустился лифт. Эта штука работает вообще? Ну да, лифт же опустился. По-другому никак. Опа, пулечки! Хорошо, почти успел. Патроны для пистолета. Так, ну окей. Это Т-12. Я поднял лифт перед уходом. Утром будет внеплановый слив из северной магистрали. Мне надоело отмывать лифт каждый раз. Логично. Вполне логично, да, согласен. Так. О-о-о, парковка какая-то, смотрите, ребят. Тут все очень страшно. Может быть... Блин, ну ребят, что у вас до хрена? Как здесь вообще выживать? Я не знаю. Мутузить! Мутузить вас в куски дерьма! Блин, есть одна аптечка. Хорошо, есть спасение, друзья. Давай, глотай, господи. Что делать с вами, ребята? У меня, в принципе, есть патроны. Хорошо. Я надеюсь, что здесь будет что-то интересное. Я взял деньги. Пусто! Почему у тебя пусто? Не мог что-то дать мне, я не знаю. Ага, смотрите, я не могу сюда пройти, к сожалению. Придется идти в обход. Видимо, через парковку. Вообще не вопрос, как бы. Ну как, не вопрос. Есть некоторые трудности, конечно же. Вот с этими чуваками. То есть, получается, нужно спуститься. Кого-то застрелить. Блин, ну чуваки. Ну ёптель-моптель, а? Что с вами делать? Тут просто и бронированы эти ублюдки, которые, карлики черные, они бегают почему-то. И это очень сложно. Сложно пройти. Сложно пройти, друзья. Ну давайте попробуем рукопашку с ними как-то, я не знаю, зарешать. Ну, два удара я нанес. Ему, по-моему, нужно четыре. В принципе, если я вот так вот буду их отгонять, потом бить по одному, то, возможно, у меня что-то получится. Давайте, чуваки. Ах ты, кусок дерьма. Вот, видите. Не получается. Не получается так, как мне хочется. Очень проблематично. Так. Ну тут понятно. Тут я смогу их на себя сагрить, как бы, да? И... Бля, а там все равно пусто. Мне сюда... Нет, есть касса. В кассе я могу что-то взять. Давайте, знаете как? У нас есть патроны. Ну, ёптвою налево, господи. Так, я убил одного карлика долбанного. Кстати, аптечка, наверное, наверху есть, ребят. Вот так. Вот такая вот сложная игрушка не получается. Нужно вырабатывать какую-то тактику, ребят. Но у меня пока все очень печально с этим. Понятно. Парковочка. Вот так вот. Зарешал прям. Хорошо. Понятное дело, здесь пусто. Могу ли я применить какой-нибудь свой супер-мегаудар? Нет, дверь так не выбьется. Нам необходим ключ. Окей. Тогда просто будем разбираться с этими подонками. Да ладно, ну что ты будешь делать? Не, я уже не пройду, ребят. Тут очень тяжело. Очень тяжело. Может быть, как-то можно обойти по другой стороне. С дробовиком, как дела у нас обстоят? Может быть... Может быть, тут есть какие-то патроны все-таки, я не знаю. Очень тяжело. Так. Тут нифига интересного нет, понятное дело. У этого чувака тоже ничего нет. Блин, а как же быть-то, а? И аптечек нет. Вообще нифига нет. Крыса. Крыса это наше все. Хорошо. Ладно. Пропустил ящик. В принципе, окей. Ничего, ребят, давайте как-то что ли. Так, броня готова. Броня готова. Остаются только эти карлики. Теперь нужно делать все очень аккуратно, потому что жизнями у нас, конечно же, проблемы. Отходите, братаны. Давайте, по очереди. По очереди, вашу мать. Я спустился. Блять, нет, не получается. Блин, ну ссыкотно, ёпта. Они такие страшные. Ну, если проявить немножко фантазии и понимать вообще, что происходит. Короче, я задержался на одном месте очень-очень надолго. Блин, мне так бы дробовик сейчас спас. Вот серьезно. А патронов ни хера-то нет к нему. Понимаете, в чем проблема? Давай, братан. Один готов. Один готов, отлично. В принципе, у нас есть все шансы на выживание. Я очень на это надеюсь. Что делать? Что с тобой делать? О, да ладно. Ну, я же... Дрогнул пальчик. Дрогнул пальчик, друзья. Я не смог попасть ему в кочерыжку. Его глазастую. Зомбированную. Давайте. Давайте, братаны. Давайте. Окей. Я даже патроны не потратил. Хорошо. Не так все страшно, в принципе. Так, ребятки. С вами отдельный случай, видимо, да? Блин, ты прячешься за шлемак этого чувака. Хорошо. Отлично. Можно идти дальше. Так, в тачке, смотрите, что-то можно взять. И в этой тачке можно что-то взять. Есть еда, друзья. Но этого недостаточно. Коробочка. Болты, провода. Окей. Что дальше-то делать? Какие-то стрелки есть. Хер знаю, для чего они нужны. Так, ребят. Я знаю, что здесь будет какая-то хреновина. Вот в последней, сука, кабинке. Ну, я же знал. Я же знал, что так будет. Твою мать. Нахера я повернулся? Вы серьезно? С самого начала, с самого... Нет. Все хорошо. Все хорошо. Отлично. Идем дальше. О-о-о-о! Наверху вообще полный жесткач. Хорошо. Там есть шкаф. Я надеюсь, что в нем есть патроны. Да, друзья. В нем есть патроны. И они мне сейчас очень необходимы. Я прекрасно понимаю, что можно было бы пойти сейчас вот сюда куда-нибудь еще. Посмотреть по бокам, что там есть. Но, блин, там же нихера нет. Так, ты у нас кто такой? Наручники. Наручники нас не очень-то спасут, скорее всего. Я пока оставлю этих чуваков, друзья. Я не хочу. У меня все очень плохо просто с оружием и с руками сегодня. Не знаю, вчера было намного лучше. Так, братан, давай, наверное, с тобой. Один готов. Так, второго. Второго. Давай, давай, давай. Иди сюда. Нам нужно вас как-то отвезти для того, чтобы пройти. Отлично. Отлично. Мы можем идти дальше. Что здесь делать, непонятно. А, подождите. Тут есть двери, как бы, да? Ну да, есть двери. Тут заперто. Очень плохо. Это очень-очень плохо. Это точно не к добру. О-о-о, ребятки, нет. Патрон для пистолета. Хорошо. Монетки и аптечка. Мне это нравится. Деньги. Взяли. LTD. Видимо, это склад какой-то или что-то в этом роде. Книги. Это торговый центр, видимо, да? Страж. Правда или вымысел? На что на самом деле идут налоги честных граждан? Автор Би Ирвин. Издательство Омега. Пойдем просто дальше. Я не знаю. Мне кажется, нужно будет возвращаться потом сюда. Здесь заперто. Нам же нужно будет, скорее всего... Проходи через метро! Ох ты, кусок! Деревяшки, сука! Отлично. Давайте, наверное, используем аптечку. Потому что уже становится весьма опасно. Что у нас с патронами по дробовику? Я, пожалуй, их возьму. Я, пожалуй, их возьму. Что здесь есть интересного? Ничего. Их нужно было просто убить для того, чтобы получить полное, а мать его ничего. Что здесь? Добро пожаловать в пансионат. Покой и уют. Гостям пансионата предоставляется трехразовое питание, оздоровительные услуги. Начало процедур 8.00. Ужин подается в 9.00. Приносите свои приборы. Покидать стены пансионата без предупреждения запрещает администрация. Окей, больше нифига нет. Не знаю, ребят, за какие вы секреты писали в комментариях, но тут явно есть какие-то проблемы. Все, в принципе, подсвечивается. Что я бы мог пропустить? Я без понятия. Ну, люки разве что. Да, был такой грешок. Я знал, что с этим домом что-то не так. Никто мне не верил. На этой неделе пропал Мэтью снизу, а вчера забрали парня сверху. Я слышал, как они пришли за ним. Я следующий. Сомнений нет. Ну да, братан. Я бы уже готовил сумки на вынос. Так, эту записку мы с вами уже читали. Виски. Тут все хорошо. Наверное, вот эту фиговину нужно разбить. Ага, но прежде чем пойти туда, нужно пойти вниз сначала. Отчет 403. Образец обработан. Обездвижен. Помещен в общее хранилище. Комнату убрать. Обновить белье. Новое заселение через 3 дня. БЛ-02. Окей. Так, с трубчика взять ничего. Его, к сожалению, нельзя. Это очень-очень плохо. Ну хорошо, давайте идти наверх. Мы узнаем, что тут военные что-то делали, видимо. Какие-то у них тут приблуды были. О! Твою мать! Очень близко я к нему подошел. Но главное, что я вообще хоть как-то среагировал. Ах ты, кусок дерьма! Вот это не очень правильное решение. Мне нужно сейчас пробежать на лестницу вниз, наверное. Тогда я хотя бы буду видеть какие-нибудь пути отступления. Возможно, они, кстати, и есть. Да. Все не очень, честно говоря, получилось у нас. Я надеюсь, что я буду где-то... Блядь. Ну, конечно же, я буду начинать хер пойми откуда. Почему нет? Ведь это так символично для этой игры. Да сдохни ты, твою мать! Так, ребят, я, наверное, пропущу этот момент. Мы, в принципе, знаем, что будет дальше. Чтобы не повторяться 250 раз. В принципе, вы знаете, как мы пройдем. Вернемся уже тогда, когда я пройду того горячего чувака. Ну что, прошло от того горячего чувака. Ставил он где-то здесь. Вот наши две лестницы. И, наверное, пока не стоит открывать вот эту дверь. Просто нужно спуститься вниз. Обследовать все по этажам, что у нас тут находится. Смотрите, валяется чувак. Так, аптечка, еда. Высшая палата метрополя. Дэвиду Роланду, начальнику станции Нью-Костел. Подтверждение кода для блокатора 8479. Окей, ребят. То есть, в принципе, мы нашли блок... Ключ. Ключ. Отлично. У нас есть ключ. Я могу выйти в метро. Дальше пойти. Но, наверное, наверное, нужно обследовать еще эти комнаты. Так, подождите. Наверное, нужно по порядку. Ого. Вот это у вас делегация тут. Стой, где стоишь. Ты с поезда? Ничего, блядь. Хорошо. Извини. Да ладно, господи. Со мной каждый день такое происходит. У нас тут двое, трое. Нужно их забрать. Я не поеду. У меня есть еще одно дело. Ну, как обычно. Голливуд, ёпта. Не смеши меня. Мне не выбраться. А, видимо, все-таки двое. Забирай остальных. Хорошо. Поезд. Хорошо. Я буду ждать тебя там. Слава богу. Хорошо. Я постараюсь. Так. Все эти чуваки ушли. Может быть, тут есть еще какие-нибудь ништячки? Я не знаю, друзья. Я перезарядился. Значит, мы можем пойти дальше. И посмотреть. Хорошо. В принципе, практически без жертв. Смотрите. Брелок, страж, еда, аптечка, патрон для ружья. Уже хорошо. Что здесь? Что-то странное происходит в доме напротив. На этой неделе я слышал крики. Но это не то, что волнует меня сейчас. Опять снились эти символы. Старик рассказал мне про ущелье в горах на западе. Он считает, они начнут оттуда. Если так, то я должен быть там, когда они откроют проход. Через юг я не смогу добраться. Срежу через метрополь. Окей, братишка. Окей. Так, а что тут? Вот с этими ребятками же нужно как-то же... Может быть, мне ружьишко моё поможет. Как вы думаете? Да, помогло. Действительно. Патрон для пистолета и банки. Какие-то банки есть. Тут ничего нет. Ну что, ребят. В принципе, мы, наверное, можем возвращаться. Я понимаю, что я мог бы вернуться и посмотреть, что у нас имеется там. Но, наверное, этого делать не стоит. Или всё-таки посмотрим. Давайте поглядим. Там были какие-то закрытые двери. Которые, возможно, можно было бы открыть. Но... У меня насчёт этого есть смутное сомнение. Блин, нужно вот так вот обходить. Холодильничек. Виски. Так. Видите, как пропустил. Пропустил после сохранения. Не учёл один момент. Здесь я уже был. Тут холодильник закрыт. Уходим дальше. Я думал, что это люки обозначаются с обратной стороны. Нет. Смотрите, друзья. Ключ, он не работает. Не реагирует на эту тему. Я могу выбить стекло, но зайти я всё равно сюда не могу. Это хреново. Хотелось бы, чтобы было как-то по-другому. Так. Тут я уже был, друзья. Может быть, взять пистолет? Давайте попробуем. Почему нет? Нет! Твою мать! Ладно, давайте отдадимся им на съедение. В принципе, я так понимаю, что я выполнил самый основной квест. Нужно сделать что? Нужно валить нахер отсюда. Вот что нужно сделать. Так. Здесь у нас... Да ладно! Я ж попал по тебе! Что ты будешь делать-то? Так. Про что-то странное мы уже с вами читали. И вот здесь у нас есть чуваки, которые... Один быстро бегает, второй медленно ходит. Хорошо. Всё получилось. Патрон для пистолета я взял. Обменял, скажем так, на один патрон. От... Дробовика. Ну всё, ребят. Я туда уже не пойду. Наверное, давайте просто отсюда выбираться как-то. Это ж вот и есть наше метро. Правильно? Можем пройти дальше. Двоих человек мы с вами забрали. Я смогу что-то скрафтить. Даже на поезде, видимо. Так. Вводим код. 84. У нас 79. Порядочек. Всё. Идём. А чё это чувак тут стоял? Он с нами что ли едет? Нет, он просто стоит. Я надеюсь, он не сдохнет сейчас у нас на глазах. А, он груз просто выгрузил, да? И как бы всё. Но с нами всё равно уезжает какой-то странный контейнер красного цвета. Это странно, как минимум. Если честно. Так. У тебя с едой хорошо. У тебя всё очень плохо, братан. Жуй, твою мать. Спасибо. Хотели бежать через парковку. Но они уже были там. Мы в безопасности. Давай, давай, давай. Даристоля рукой продать. Подать. Продать. Где-то какой-то взрыв, ребят. Какой-то, мать его, взрыв. Я не знаю, что происходит. Радиоактивный пепел какой-то. Зашкаливает. Ехать очень долго ещё. Давайте посмотрим, что мы можем делать. Так. Аптечка. Я могу создать одну. С патронами. Создать. Что-то ещё могу сделать? Для дробовика могу создать патроны. Четыре. В принципе, всё достаточно неплохо. Нужно сейчас держать поезд в нормальном состоянии. Какого что, братан? Что тебе не нравится? Кто быстрее из вас сдохнет? Меня интересует такой вопрос. Мне кажется, он очень важный. Ешь. Ешь, братан. Ешь. 7 вольт, наверное. Это главный завод Небелхерц. Небельхерц. Или Небелхерц. Как-то так. Нужно покормить девчулю. Куда мы вообще едем? Давайте разбираться. Ристоль, город заводов. Ристоль, город заводов. После неудачной попытки найти месторождение электрума в кратере Эмереха, на месте будущего Ристоля исследователей ожидал огромный успех, после которого Совет Метрополя выделил дополнительные средства на постройку завода Небелхерц, ныне расположенного в центре города. Что, однако, не помешало росту частых заводов по добыче минералов, которые послужили причиной расширения города. Так, ребята. Ребята, ребята, не дохните, пожалуйста. Давай, 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 понижайся, понижайся! Включай понижайку. Мы прибыли. Главный завод работает, говорят мне пассажиры. Они, видимо, в курсах. Погнали. Погнали. Отлично. Мы куда-то приехали. Солнце. Боб Нельсон ехал в Ристоль, и он сдох, к сожалению. Мартин Джарвис ехал сюда же. Скотт Денмен и Аманда Винграб. Ронда Майлз. Все приехали по назначению. В принципе, получается, что мы можем... А, это все, что нам дают, да? Хорошо. Закрываем просто, видимо. Больше уж ничего я не могу сделать. Просто закрываем. Нам дали баблишко, видимо. Вот они все наши пассажиры. Еще раз спасибо. Прости, мне нужно кое-что обсудить. Похоже, тут никто не в курсе, что вообще происходит. Окей. Он будет в порядке. Так, кто, говоришь, тебя покусал? А, видимо, ребята действительно не в курсе, что происходит. Я знаю, ты уже понял, к чему это идет. Бери семью и спасайся, машинист. Что? А, да. У тебя же приказ. Вот так вот, друзья. Никто не знает, что здесь происходит. И, походу, дело город чист. Во всяком случае, я на это надеюсь. Давайте посмотрим, что мы сможем здесь сделать. Мир, брат. Мир, брат. С тобой что-то можно сделать? Нет. Давайте пойдем наверх. Прости, у меня много работы. Че ты куришь тут, братан? Эх, на север маршруты отменили. Без работы скука. Это наш брат-близнец. Это тоже машинист, друзья. Так, у тебя что-то можно узнать? Ты едешь с севера? Там все в порядке? Не могу связаться с ними. Честно говоря, не очень. Славный денек сегодня, правда? Адам Торнт назначил тебе встречу. Сказал, что это срочно. Выбирай выражение. Мы и всем ему обязаны. Это тоже можешь оставить при себе. Его офис на вершине завода Небельхерц. Его видно из любой точки города. Не ошибешься. Тебя будет ждать водитель, чтобы это ставить на завод. Окей. Я же спечатаю блан с кодом к твоему возвращению. Хорошо, Натан. Много текста. Слишком много текста. Я не могу здесь даже выбить окно. Беспредел какой-то, друзья. Так, грузовички стоят. Машинка. Что мы можем сделать? А, смотрите. Я могу купить что? Газету, получается. Нужна ли мне газета? Ребят, мне нужна газета или не нужна газета? Может быть, кому-то там нужна будет газета в поезде? А, смотрите. Это информация. Полиция Ристоля по приказу Адама Торта направила проверку и конфисковала одну тонну дробленного электрума, добытого нелегальным заводом Скемен, владельцы которого пытались вывести товар из города. Напомним, что любая добыча электрума на территории города должна быть лицензирована и обложена налогом. Жаль, что спустя столько лет некоторые индивиды думают, что именно у них получится нелегально вывести минерал из города. Сегодняшний пример напомнит им, что за это бывает. В городе бытует мнение о повышении смертности населения. Поверьте, мне, я как ученый, слышу эти сказки с моего первого дня работы в Ристоле. Нам нет никакого смысла держать людей в городе с ядовитой атмосферой. Это же просто невыгодно. Наша цель, чтобы каждый человек, добывающий электрум, прожил как можно более долгую и счастливую жизнь. Окей, я тебя понял. Цены на газеты растут с каждым днем. Скоро информация о внешнем мире будет роскошью. Окей, братан, я тебя понял. Ему ничего за это не будет, пополни мои слова. Он с завода. А, тут что, блядь, очередь? А, машина сбила чувака, и тут типа, понял. Пробка, короче. Эй, кофеек, я хочу кофеек попить. В чем проблема? О-хо-хо, причесон у тебя. Джек, это к тебе опять? Видимо, да. Джек, ты не хочешь спуститься там? Ты Джек или не Джек? Не знаю, чувак сидит с гитарой, попивает чаек или курит. В общем, что-то он там делает. Но, видимо, нам туда не пробраться. Это очень плохо. Братан, ну выкинь ты эту гадость, господи. Спасибо, друг. Телефон. Да, и на соседней улице есть будка. А, типа, это, наверное, соседняя улица. Я могу вернуться назад. Прикольно, друзья, прикольно сделано. Видите, теперь у нас есть пересечение улиц. Это реально радует. Так, я могу взять аптечек. Значит, аптечки, конечно же, лучше купить. Хорошо. Теперь я могу купить патроны. Смотрите, какая тема. Лазерный прицел, расширенная обойма. Вот расширенная обойма, наверное, мне нужна. Я могу купить ее. Я могу купить патроны для дробовика. Могу купить такие патроны. Ну, как бы все, и денюжки-то. Оп, вот они. Хорошо. Ну, а почему бы и нет? Нет, у меня на сегодня больше нет дел. А, он на поезд пошел. Я понял. Так, еду мы не можем ничего с ней делать. Нельзя купить. Спасибо, но мне неинтересно. Доставай кого-то другого. Так, тебя подоставать не могу. У тебя что-то есть интересное? Нет. Так, чувак, что ты скажешь? Присаживайтесь в машину. Вас уже ожидают. А, нет, 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 нет. Я понимаю, что я могу поехать на завод, но сначала нужно посетить соседнюю улицу. Видимо, там что-то интересное есть. Давайте посмотрим с вами. Будет ли тут еще какая-нибудь? Видите, люк есть, но он закрыт. Так, здорово. И еще один посетитель. Ну, да, это про меня. Че уж там. Было бы неплохо, чтобы у вас тумбочки открывались. Я вообще, честно говоря, за лутом пришел. О, какой братан сидит. Да, я застал его первое посещение. Меня часто просят рассказать об этом, но я заметил, мало кто слушает по-настоящему. Думаю, спустя столько лет правдивая версия уже никому не нужна. Мемуар и воспоминания о посещении. Страница 273. Ко всем, кто перебирался с зоны посещения, тут относились ужасно. В первую же ночь местные ворвались в нашу палатку и напали на нас. Моего отца тогда забили до смерти, а мать утащили куда-то, и больше я ее не видел. Оказалось, никто из местных не воспринимал всю эту историю всерьез. Они думали, мы простые мигранты, прибывшие в поисках лучшей жизни. Но через месяц в власти пришел Вермонт Уайт. А, есть дверь. Гаражик, смотрите, есть люк. Блин, мы здесь можем очень долго с вами путешествовать. И есть телефон, кстати, который нам был нужен на соседней улице. Как-то не очень. Видимо, я хотел дозвониться семье, но у меня это не вышло, к сожалению. Так, что если я спущусь в самый низ? Вау, смотрите, погреб с свинишком. А-ха-ха-ха, смотрите на эту жесть. Эмма, чё? Ты не мог бы закрыть дверь, пока нас не увидели. Вы чё, блядь, мигранты, что ли? Так. Получается, здесь я все осмотрел. То, что мне нужно, просто уходим. Хорошо, братан. Я не буду тебя никому сдавать. У меня нет такой цели. Сделать я ничего не смогу из этого. Но я пойду, пожалуй, ещё в соседнюю комнатушечку. Мы ещё закрыты. Если нужна комната, поднимись наверх. Да не очень-то она мне не нужна. Мне бы вот, да, вот такие ящички залутать. Всё было бы классно. О, здравствуй. Куда уезжать? Зачем? М? М? Не хочет он никуда уезжать. Так. Так, у нас свободны две комнаты. Одна справа, но её нужно ещё убрать. Там жил какой-то псих. И одна перестройка на улице, но там труба протекает. Можете осмотреться. Так, видимо, псих жил где-то здесь у нас. Давайте почитаем. Сегодня я попал на встречу со стариком. Он уже явно не в себе. Но то, что он мне рассказал о первом контакте, слишком важно. Мне срочно нужно попасть в то ущелье. Поезд на запад поедет только через неделю. Поэтому утром я выдвинусь на север. Так будет быстрее. Ха. Или Х. На Х. Или Х. Всё-таки русские языки у нас тут. Правильно? Ну, в принципе, здесь больше делать нефиг. Нужно идти садиться в Тачилу и, в общем-то, уезжать отсюда. На тот самый завод. Видимо, мы сможем встретиться теперь с ним. Просто идём дальше. Кстати, что насчёт патроны, патроны, патроны? Еда мне нужна. Купить я не могу. Денег всего 4 бакса. Очень плохо. Просто идём дальше. Так, вот наш лимузин. Едем, друзья. Едем, но продолжим уже в следующей серии, так как это подзатянулось. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, будем, конечно же, продолжать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. С вами был Юрий Кот. А пока, мои хорошие. Всем до новых встреч и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok